Привет, сноубордисты! Давно не виделись, наверное, с начала весны, да? А вы думаете, что уже зима пришла? Так нет, на улице жара, середина июля, плюс дофига градусов в Москве, на станции метро Таганской в магазине Squat прохладнее, небольшие новости сноубордизма, ну, конечно же, в разрезе магазина Squat. То есть, Squat-ские новости сноубордизма. А новости у нас такие. Это анонс наших тестов, тестов в Ширигеши, которые уже какой год? Четвертый, получается, мы будем проводить. Если с памятью у вас не очень хорошо, а сейчас, может быть, клинит, глючит память на такой жаре, то берите блокнотики и записывайте, что с 7 по 13 декабря в Ширигеши магазин Squat будет проводить свои очередные тесты. Все там же, на том же месте, сектор Е. Вы увидите нашу черненькую палаточку красивую, немного досочек и, соответственно, welcome к нам. Стартует с 7 числа декабря, это суббота. 8 декабря будет контест от магазина Squat. И потом, соответственно, с 9 по 13 будут тесты, как обычно, в обычном режиме. 13 числа это будет пятница, да, по-моему. Ну, такой покороче денечек, потому что нам надо собрать весь лагерь и отправить его в Красноярск. Почему в Красноярск? Потому что в конце, наверное, осени в Красноярске, может быть, даже в конце лета усеют, ребят, открывается очередной, очередной еще один магазин Squat. Так что новость для тех, кто живет в Красноярске. Соответственно, весь этот тестовый пул Ширигеша поедет в Красноярск. И первые тесты от магазинов будут именно на горках, которые расположены где-то в районе Красноярска. Подробности об этом открытии магазина смотрите в наших следующих каких-то анонсах. Я, честно говоря, даже адреса не знаю, но видел фотки изнутри. Там уже идет ремонт вовсю. Так что вот уже две новости. Две. Хочу вам еще одну новость рассказать. Она, на мой взгляд, самая интересная. После тестов Ширигеши наша команда Squat поедет в Приисковое. То есть, если вы видели, вот обзорчик в конце прошлой зимы выходил на доски Странда. Как раз я снимал его в Приисковое. Не факт, что прям хорошо получилось, потому что я поехал один. Это был такой, как сказать, пробный вариант. Ну, на самом деле, я был в Приисковом еще и до этого. Но именно поснимать что-то для канала это был первый раз. Поэтому на следующий год, ну, в смысле, вот в следующей зимой мы решили поехать все вместе. Мы поедем сразу после Ширигеша. То есть, 13-го числа заканчиваются тесты. 14-го мы все собираем, там, отправляем что-то куда-то по разным городам. И 14-го вечером отправляемся на поезде в Абакан. И из Абакана трансфером в Ширигеш. Получается, 15-го числа мы будем там. 15-е это, это что это? Воскресенье, да? 15-го числа мы там. И 16-го числа начинается 5 дней каталки. То есть, для Приискового мы уже забронировали некое место, о котором расскажу чуть позже, в котором мы можем все собраться. То есть, вы и мы, и, может быть, еще какие-то там наши друзья. И подтестировать сноуборды, которые были и будут, точнее, представлены в наших тестах, так сказать, боевых условиях. Потому что последние пару лет тестов Ширигеша мы приезжали, был звенящий мороз и ледяное просто, ледяное покрытие клонов. Снег был, но его было мало или бы он был перемороженный. А в Приисковом, возможно, что уже будет совершенно другая кондиция. Ну, я надеюсь. В прошлом году была хорошая кондиция. Там вот, не знаю, если полазите, там, или, может быть, Димон вставит какие-то кадрики оттуда. Там была прям вообще отличная кондиция снега. Что мы предлагаем? Мы приглашаем вас принять участие в этой сноубордической, как сказать, вакханалии на склонах Приискового. Если вы не знаете, что такое Приисковый и какая-то специфику катания в Приисковом, ну, в двух словах расскажу. Это катание при помощи ратраков. Называется это cat riding. То есть ратрак вас поднимает на гору, вы спускаетесь, садитесь опять в ратрак и дальше, как швейная машинка, туда-сюда катаетесь. Плюс в том, что в этом месте нет никаких подъемников. Соответственно, народу там очень-очень мало. То есть только те катальщики, которые приезжают в соответствующие гостиницы, которые предлагают такие, такого рода услуги. В эти услуги обычно входит проживание, катание, ратрак, услуги гида, возможно, прокат какого-то лавинного оборудования. То есть 16-го мы уже рано утром выезжаем на каталочку. И следующие пять дней по пятницу. В пятницу мы еще утром катаемся, вечером собираемся, после катания собираем все вещи, грузимся в трансферы и разъезжаемся в аэропорт ты или аэропорт ты, ну, в Красноярск. Теперь подробнее. Теперь вот прям будьте совсем внимательны. Ну, так зачем это вам надо? Да, возможно, вы хотели поехать приисковое и не ехали туда, ну, по какой-то причине что-то вас останавливало. Либо отсутствие какой-то компании, либо какое-то просто, как сказать, волнение, незнание. Так вот мы приглашаем разделить катание с нами. Также вы сможете поучаствовать в тестах. То есть как минимум, если мы пять дней катаемся, то есть как минимум пять досок вы сможете, каждый из вас может протестировать. Ну, потому что с собой, наверное, брать какие-то еще доски и там по ходу катания менять, наверное, не очень будет удобно. То есть, соответственно, как минимум пять досок вы потестировали. Если вы были уже в приисковом, ну, соответственно, вы покатаетесь в компании единомышленников, единомышленников-фанатов фрирайда, ну и потестируете какие-то другие доски, а не вот эти вот ваши джонсы. Нет, джонсы хорошие доски, но можно что-то другое потестировать. Подробнее про место. Место, которое мы уже забронировали для вас и для себя, это крепость. Почему крепость, спросите вы, вот тот бывалый катальщик приискового. Это очень, как сказать, такое место, где находится вот одна компания, да, и все вместе друг с другом общаются, проживают там совместные обеды. Плюс у нас тесты, это будет обсуждение каких-то тестов вечером, что кому понравилось, что не понравилось. Все это за чашкой, кружкой, точнее чаю, который вы можете принести с собой. Это большой плюс. Ну и плюс цена, чуть-чуть немножечко ниже, наверное, чем у всех остальных. Условия проживания в крепости достаточно спартанские, хотя все там хорошо. Я там был в прошлом году, все совершенно, мы уживались со всеми людьми, кто там находился, и вкусно кормили, и хорошо катали, и снег был великолепный. В общем, все было отлично, поэтому еще раз приглашаю вас покататься в нашей компании, нашей компании и на наших досках. Плюс еще в качестве бонуса участникам наших тестов, кто поедет с нами, среди участников мы разыграем любой сноуборд из того пула, который у нас с нами будет. Ну вот не тот уже, который катанный, да, а такой же, такой же, только новый, короче. Это в качестве такой приманочки дополнительной. Как я говорил, с 16-го утром начинается уже каталка, поэтому приехать при Исковой нужно 15-го числа. Например, если вы едете из Москвы, то вам билет нужно на самолет до Красноярска покупать на 14-е число на вечер. То есть вечерним рейсом из Москвы вы вылетаете, 15-го рано утром вы прилетаете в Красноярск, из Красноярска на трансфере, добираетесь до Приискового. Трансфер долгий, там порядка 8 часов, поэтому практически весь день 15-го числа проведете в дороге, но оно того стоит. Потом 5 дней мы катаемся, и 20-го числа мы вечером выезжаем из Приискового, и получается ночью, или там рано-рано утром, ну, рано-рано утром, это в 2 часа, или там в 3, приезжаем в Красноярск, и на первом же рейсе улетаем в Москву, но это уже будет рейс, получается, 21-го числа. То есть билеты вам нужно брать из Москвы, например, туда на 14-е, обратно на 21-е. По оплате. Наверное, с этого надо было начинать, вы скажете. В общем, сколько все это будет для вас стоить? Да, мы, к сожалению, не можем вас пригласить просто всех вот с нами взять и покататься. К сожалению, это достаточно дорогая история, но сейчас я вам озвучу сумму, и вы поймете, что эта история, она стоит не дороже недельного катания, например, в Ширигеше, по этим ледяным буграм и камням, где-то там на, выкате в начале. Значит, смотрите, на данный момент вся история с проживанием, катанием, работой гидов и трансфером стоит, трансфер в оба конца, стоит 65 тысяч рублей. Если вам трансфер не нужен, то это будет 55 тысяч рублей. Каким образом с нами связываться? Подписи под этим видео мы оставим адрес телеги, куда вы можете написать свою заявку. Если вы решились, да, классно, поеду со сквотом, покатаюсь на разных досках, еще и, может быть, доску выиграю. Вы пишете на эту страничку в телеге заявку, кто вы, что вы, хочу поехать. Дальше мы вас, наверное, добавим там уже в отдельную группу и дальнейшие все контакты будут проходить в этой отдельной группе. С вас мы попросим, скорее всего, ближе туда уже, наверное, к сентябрю какую-то предоплату в размере, наверное, там 10-15 тысяч рублей. Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата, поэтому вынуждены попросить. Я думаю, что мы ограничим, наверное, на первый раз количество участников. Максимум, кого мы сможем, наверное, пригласить, это 15 человек. Пока что, если все пойдет хорошо, то, возможно, в следующий раз расширим как-то эту всю историю. Если вы вдруг не хотите жить в крепости, а хотите жить в более, как сказать, цивилизованных условиях, то рядом с крепостью есть еще одно место, где вы можете просто оплатить проживание, будете там жить в номере с кондиционером, а приходить кататься уже к нам в крепость, такое тоже возможно. Опять же, это мы все можем обсудить отдельно, потом уже, когда вы решите с нами поехать. Вот такая, в общем, история. Очень хочу, чтобы это все состоялось и получилось у нас с вами, а не только нашей компанией. В любом случае, наша компания, состоящая, как минимум, там, из четырех человек, да, на данный момент, кто подтвердил свое участие, мы поедем. Будет еще там некая группировка всяких олдов, которые в основном лыжники, но их там несколько человек, там, три, четыре, пять, ну, хорошо катающиеся, поэтому покатаемся мы все знатно. Я очень надеюсь на это с погодой. Снега там будет жуй. Весь вопрос в его кондиции, да, и в температуре окружающей среды. Ну, постараются, гиды обычно находят такие места, где можно хорошо покататься, поэтому надеюсь, все получится. Пишите еще раз, все ссылки, которые полезны и нужны для нашего этого путешествия, находятся в описании под этим видео. пишите в телеграм, мы с вами познакомимся и следите за нашими другими видео. Так что всем привет, ждите зимы. А, и сани-то уже готовьте летом, да.